Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о ноже SRM Knives 7415 Unicorn. Вот такой вот ножик-единорожек. Ну и, как водится, тезис в самом начале. Вы знаете, с одной стороны, я уже неоднократно говорил, что ножи SRM Knives, их не так, чтобы очень много, у них не очень же обширный модельный ряд, под собственным брендом, по крайней мере, выпускается, но почти каждый их нож имеет какую-то ту или иную фишечку. И вот у данного ножа фишечка заключается в том, что мы имеем дело с очень легким и очень небольшим ножом. Сейчас есть такая современная тенденция, что почти все крупные производители что-нибудь такое делают, и SRM Knives от всех остальных не отстает. Но давайте посмотрим, как вот такой вот маленький ножичек на каждый день выглядит с точки зрения инженеров этой китайской компании, потому что, ну вы знаете, тут прямо есть чему приятно поудивляться. Давайте начинать! Первое, с чего мы начнем, это технические характеристики данного ножа. Почему так? Потому что я хотел бы, чтобы вы понимали, что этот нож действительно небольшой. У китайской SRM Knives, насколько я помню, был какой-то нож, который, ну, чем-то напоминал этот вот с точки зрения такой скелетообразной конструкции рукояти, но он был гораздо крупнее. Вот этот нож прямо откровенно маленький. При этом на сайте производителя на него стоит цена в районе 85 американских долларов. Что, впрочем, при тех материалах, из которых этот нож изготовлен, вообще совершенно неудивительно, но тут все-таки нужно понимать, что это вот не тот нож, который изготовлен, как это бывает у этой компании, из дешевых материалов, но с интересными конструкционными решениями. Тут все-таки это такой, ну, наверное, для SRM Knives можно сказать, что уклон в эдакий премиум сегмент, что они делают достаточно редко, с одной стороны. Я для того, чтобы размеры этого ножа были более или менее вам понятны, рядом вот так покажу 255 SRM Knives. То есть вот этот вот нож, он очень сильно по своим габаритным размерам похож на современный, так сказать, среднеразмерный стандарт, на нож Benchmade Bugout. Вот это нож, который находится в тех же самых габаритных размерах. Ну, и тут, я думаю, вам видно, что наш сегодняшний герой, вот этот ножик-единорожек, что называется, это нож, который гораздо меньшие размеры в данном случае имеют. И я вот вам так скажу, что делая постоянно ножевые новости, я последнее время обратил внимание на то, что ножи в подобном размере все больше и больше выпускаются теми или иными ножевыми производителями. То есть это прям вот регулярно стало встречаться. Ну, почему так? Потому что, в общем-то, вот это вот, что называется EDC-культура, она постепенно начинает показывать тот факт, что даже вот необходимость работать так или иначе с продуктами питания своим складным ножом время от времени, она у большинства людей, которые носят с собой складные ножи, потихоньку начинает отходить. То есть, как правило, у этих людей есть несколько складных ножей, и если им придется работать по продуктам, где нужна длина клинка по больше, они про это знают заранее и подобный нож с собой берут. А вот для ножа, на всякий случай, многим хватает уже даже вот такого размера. То есть даже уже багаут, в общем-то, кажется великоват. Ну и здесь, конечно, хочется сразу отметить, что это нож, который вроде бы как никто не делал, исходя из того, чтобы получить какую-то рекордно низкую массу. Но он прям действительно очень легкий. То есть это такой нож, который весит даже меньше, чем пресловутый бенчмент багаут. Хотя, с другой стороны, вполне понятно, что это нож довольно-таки небольшого размера сам по себе. И чему бы тут весить слишком много? Давайте теперь коротко взглянем на взвешивание прямо в кадре. Ну, в общем, я думаю, что видно, 48 с половиной грамм показывают мои весы. Время от времени бывает у меня отклонение полтора-два грамма по сравнению с характеристиками, заявленными производителем, как правило, в большую сторону. Но, тем не менее, даже если он весит действительно точно вот столько, это все равно действительно по-настоящему легкий нож. И надо отметить, что здесь-то никто не шел на какие-то ухищрения с какими-то пластиками, облегчениями. Это вполне, в общем-то, такой понятный нож. Ну, да, у него несколько скелетизированные половины рукояти, но, тем не менее, он сделан из таких, ну, скажем так, достаточно богатых материалов для своей цены. Потому что, иной раз вот так посмотришь, ну, за что-нибудь подобное, может быть, со сталью клинка, только немного покруче. Некоторые производители попросят и долларов 200. А тут, ну, в общем-то, в районе 90 официальная цена наверняка можно купить гораздо дешевле, потому что, ну, это же SRM Knives. Давайте, друзья, начнем немного с магнита. То есть, я вам здесь хочу показать, что у этого ножа вот тут вот есть сухарь. Видите, как ловко прихватывает его на самом деле магнит. Но сама по себе рукоять, она сделана из титанового сплава. Просто да, здесь при этом сделана стальная клипса, стальной сухарь. Он там действительно небольшой, но он там есть. В общем, все это дело вполне вот так вот рабочее на самом деле выглядит в данном случае. И я бы так сказал, что стоит это все, ну, вот действительно относительно немного, когда используется подобный материал на рукояти. Очень многие производители вот такую вот внешнюю модель предпочли бы сделать с рукоятью стальной, чтобы не морочиться там всякими разными сухарями, ну, и чтобы дать ему относительно невысокую цену. У SRM, надо сказать, что вот, ну, как бы нож, на мой личный взгляд, такой не то, чтобы сильно броский в плане какого-то своего дизайна. Но, тем не менее, вот именно благодаря тому, что использован титановый сплав на рукояти, да еще и с вот этой обработкой, которая здесь сделана, я ее предлагаю вот просто на нее смотреть и любоваться, потому что симпатично сделана. Она, как бы вот этот нож, ну, как бы что-ли делает более привлекательным. Я бы вот так вот выразился. Вот традиционные вот эти синие вставки на осевом узле, вот классно прям, действительно здорово выглядит, вот очень хорошо. Единственный момент, который меня тут немного смущает, ну, как бы, чтобы мне, вернее, хотелось, чтобы он был сделан по-другому, это спейсер, который у этого ножа сделан из пластика. Здесь вот классно сделано, что сделана вот эта вот такая боночка для того, чтобы вставлять туда какую-то петлю темляка, если она вам необходима в данном случае. Но на таком ножике, кстати, темляк, наверное, не был бы лишним, особенно с какой-нибудь красивой бусиной, прям классно будет все это дело смотреться. Но вот то, что здесь пластик, ну, меня немного смущает, потому что, мне кажется, можно было, ну, пускай даже стальных, ну, пару боночек поставить, было бы все-таки как-то поудобнее. На этом же стандартная стальная SRM-овская клипса, которую нельзя переставить на другую сторону, нет соответствующего посадочного места. Ну, наверное, на самом деле, когда речь идет о подобных ножах, то левша любой может совершенно спокойно носить его просто перевернуть на другом кармане, это будет тоже достаточно удобно, ну, по крайней мере, на мой личный взгляд. И это гораздо лучше, чем делать здесь вот эти вот пустые пазы, в которых клипсы не будет. Что касается того, как она работает, то вот у меня мягкие такие, ну, скажем так, практически спортивные брюки, но даже здесь наталкиванием я нож, в общем-то, на карман могу надеть достаточно спокойно. Если это будут джинсы, то, ну, это стандартная SRM-овская клипса, проблем никаких не будет. Что касается извлечения, нож небольшой, поэтому надо как-то вот ловить его за рукоять немного, ну, на мой личный взгляд. Опять-таки, связаны некоторые неудобства с тем, что просто нож имеет небольшие физические размеры, но каких-то проблем с его извлечением, уж тем более с раскрытием клинка, у вас, конечно же, не будет. Но теперь давайте мы немножко подробнее на осевой узел посмотрим. SRM Knives у себя на сайте практически никогда не пишет по поводу того, какие подшипники или не подшипники вставлены в осевой узел того или иного ножа. И вот если, например, в этом ноже можно достаточно легко почувствовать, что здесь, ну, совершенно точно стоят подшипники, имеется в виду шариковые в данном случае, то вот по поводу этого ножа я с уверенностью утверждать не могу, потому что ход у него, знаете, у клинка, он, с одной стороны, очень и очень приятный, но, скорее всего, шарикового подшипника здесь все-таки нет. Опять-таки, не указано ничего производителям по этому поводу, поэтому разбирать не буду, но практически уверен, что здесь все-таки нож сделан на тех или иных шайбах. При этом мы имеем дело с флиппером, но с вот таким вот небольшим, в общем-то, плавником, как и все остальные размеры ножа, но на фоне размера плавник такой вполне нормальный. Что мне здесь страшно понравилось, это то, что несмотря на то, что у ножа замок фреймлок, мне не удалось вот попасть в какое-то такое положение пальцами, чтобы у меня этот нож плохо открывался. Просто у него такая изогнутая форма, что при открывании я его вот с этой стороны держу, ну, как-то вот так, под клипс, что называется. Раз, и нож совершенно уверенно открывается. Но давайте в кадре попробую специально пальцем под прижать. Ну, в общем-то, конечно, не идеально, но все-таки открыть нож вам какое-то такое неудобное положение, скорее всего, не помешает. Никаких других механизмов для раскрывания у этого ножа нет. Замок в данном случае использован фреймлок, и у него есть еще одна очень интересная особенность. Это не то, что бы, опять-таки, редко встречается на данный момент, но вот на таком небольшом ноже, ну, мне даже прямо удивительно. Обратите внимание, у него вот в этом месте видна такая выемка на, ну, давайте назовем это на половине рукояти, вот так скажем, да. И выемка эта, на самом деле, сделана под маленький такой элемент, который присутствует на сухаре этого ножа, который не даст вам отогнуть фреймлок дальше чем дальше определенного момента. Вот так вот это максимум, потому что там на сухаре есть такой небольшой стальной выступ, который просто не дает вам, как бы, слишком сильно раскрыть этот замок, так чтобы, возможно, было повреждение пружины. На самом деле, вот на настолько маленьком ноже совершенно очевидно, что, ну, вряд ли, как бы, вы будете им пользоваться в каких-то таких экстремальных ситуациях, для чего обычно все вот эти вот стопперы делаются. Но, тем не менее, вот такое внимание к деталям, оно, конечно же, вызывает глубочайшее уважение именно к конструкции этого ножа. В технических характеристиках написано, что обработка этого клинка – это битбласт. Я вот, слушайте, ну, может, конечно, это и битбласт какой, но я, честно говоря, в упор его не вижу. На мой личный взгляд клинок сатинирован, ну, практически точно, потому что, ну, вот здесь битбласт, вот да, вот это битбласт, а вот это вот, ну, на мой личный взгляд битбласт тут нет. Отдельно укажу, что, как на многих сатинированных клинках, здесь довольно-таки острые края на обухе. Ну, кому-то для каких-то функциональных задач это кажется удобным. Я лично, конечно, люблю, когда края скруглены. Но, конечно, скруглить их, вот прям как на итальянских ножах, на вот этом вот малыше, ну, как бы, не знаю, это бы, наверное, странно выглядело, особенно учитывая вот этот вот abswept клинок такой вот, как бы, с приподнятым кончиком. Ну, в общем, персидская геометрия ножа, она здесь, наверное, не дает возможности сделать какую-то такую штуку, поэтому я бы так сказал, что то сатинирование, которое здесь сделано в качестве покрытия клинка, выглядит максимально уместно, наверное, к вот этой вот общей форме. Ну, и вообще, клинок такой блестящий, рукоять несколько матовая, но тоже такая аккуратно стальная. На мой личный взгляд все классно. Может быть, конечно, просто я невнимательно смотрел технические характеристики, и под битбластом подразумевается как раз обработка рукояти. Это гораздо более вероятно. Потому что, ну, здесь совершенно очевидно, что на клинке сделано сатинирование. Оно такое аккуратное, но вот оно именно такое, какое оно обычно бывает на ножах SRM Knives. То есть, с одной стороны, сделано все хорошо, но как бы ничего особенного. При этом хочу отметить такой момент, что вот у этого небольшого ножа клинок, по заявлению производителя, 3,1 миллиметра. Знаете, здесь вот есть такой момент, что, ну, подобного рода ножи, это все-таки по своей задумке только резачки. Они ни для какой более сложной работы предназначены быть не могут. И очень часто бывает так, что многие производители, делая подобные ножи, если делают их в ценовой категории немного подороже, ставят сюда что-нибудь типа ботонлока или штифтового замка. То есть, того замка, который как бы не чувствителен к толщине клинка с точки зрения своей работы. Но на этом ноже у нас фреймлок. Фреймлок, конечно, надо сказать, что для такого маленького ножа исполнен вообще идеально. Очень многие производители на гораздо более крупных ножах все вот это, что здесь сделано, стараются не делать. Но, тем не менее, вот он такой, какой он тут есть. И это замок лайнерного типа, который предъявляет определенные требования для того, чтобы он надежно работал к толщине клинка. Я лично думаю, что именно по этой причине здесь клинок чуть более трех миллиметров. Но все-таки нож, так как он не может быть использован как какое-то орудие для тяжелого какого-то труда, он, понятное время дело, что задуман как резачок. Ну и поэтому здесь имеет достаточно высокие, по крайней мере, по своим размерам спуски. Бумажку режет уверенно из коробки при своей заточке. Но, знаете, здесь тоже как бы отмечу такой момент, что вот я на некоторых ножах SRM NICE показываю, что они заточены прямо идеально с использованием каких-то явно шлифовочных абразивов. Вот у нашего Unicorn в данном случае несколько не так. То есть это вот заточка такая, ну, внешне она очень смахивает на то, что встречается на ножах компании Benchmade. Такое впечатление, что парой до достаточно грубых абразивов подвода сформировано, и на этом все. То есть, да, нож острый, но такая заточка, она, во-первых, достаточно быстро садится, а во-вторых, ну, понятное дело, что она не ощущается идеальной в каких-то мелких проверочных работах. То есть я вот думаю, что этот нож имел бы смысл переточить. Но здесь у ножа, учитывая, что он находится несколько в другой ценовой категории, чем многие ножи SRM NICE, которые мы рассматривали, есть еще интересный момент со сталью клинка. Потому что клинок у него сделан из стали 154CM. Судя по тому, что тут написано и написано в описании, это именно 154 получено литьевым способом. То есть такая обыкновенная достаточно американская сталь. Она сейчас достаточно часто стала появляться на китайских ножах вот этой вот ценовой категории, но как бы все-таки она считается, ну, такой предтечей сегмента премиум. Я напомню здесь, что очень долгое время американская компания Benchment и американская компания PROTEC на своих ножах ценой там выше чем 300 долларов постоянно использовала именно вот эту вот сталь. Ну, наверное, прекратилось это только лет 6-7 назад. Хотя у PROTEC, по-моему, и сейчас проскальзывает, что даже на самых дорогих ножах клинки сделаны именно из 154CM. Поэтому можно так сказать, что понятное дело, что китайская компания, делая нож подороже, она отказалась от своих вот этих вот всяких 10, хром 15, там каких-нибудь, кобальт, молиден, ванадий и прочих вот таких вот разного рода стали и попроще. Хотя вполне возможно, что в какой-то режущей работе, ну, они бы не дали бы какой-то особенной разницы. Но тут все-таки нож с претензией на вход в уже такой полупремиальный сегмент, давайте так выразимся. Поэтому, конечно, сталь клинка использована поинтереснее. Ну, и вы знаете, вот из моего опыта со 154CM, я думаю, что для того, чтобы получить здесь подходящую для этого режущего ножа способность удержания режущей кромки, я бы не стал точить его на какой-нибудь очень и очень острый угол. Потому что я вот сейчас измерил, у него сведение при заводской заточке приблизительно в 0,4-0,5 миллиметра. Вот где-то так мне удалось намерить. Поэтому я думаю, что я бы точил его градусов 40 просто гораздо тщательнее. И тогда вот именно функции вот такого небольшого карманного ножа он будет выполнять попросту идеально. В конце ролика хочу немножечко добавить о нескольких вещах. Ну, во-первых, я этот нож планирую переточить. Даже как бы если он будет потом мной когда-нибудь продан в одном из очередных аукционов, то туда он уйдет уже заточенный. Заточу аккуратно, в общем, постараюсь не повредить и все вот это вот. Потому что, ну, на самом деле, это, конечно, такой нож, который одновременно является имиджевой штукой. Его вот рядом с часами где-нибудь хорошо снять и положить на какой-нибудь симпатичный хэнк для того, чтобы там порезать им лимончик и сделать вот какую-то такую нехитрую офисную, так скажем, работу, которая вот в основном предполагает вскрытие каких-нибудь конвертов или разрезания какой-нибудь бумаги. То есть вот на самом деле нож, на мой личный взгляд, придуман для этого, несмотря на то, что он хорошо сделан и может выдержать гораздо более многое другое, как бы вот более тяжелую работу там и какие-то прочие такие вещи, но тем не менее, вот сделал он все-таки, ну, понимаете, вы на него посмотрите. Это же вот натурально уже туда, условно говоря, к этой ювелирной продукции, когда сделано уже, что называется, дорого-богато, хотя на самом деле нож-то ну и не такой, чтобы дорогой, по крайней мере, за вот эти деньги. Поэтому обязательно заточу. И если вы хотите, чтобы я потом показал там, возможно, с микроскопией, чего удалось сделать с его заточкой, как это в конечном счете будет работать, ну, в каких-то целевых работах я планирую его, естественно, испытывать. Если вы хотите подобный ролик, пожалуйста, поставьте этому ролику лайк и напишите какой-нибудь комментарий, что да, хочу вот посмотреть на то, как все это будет работать. Потому что я иногда обнаруживаю, что вот то, как работают такие небольшие ножи, зрителям, ну, как бы что-ли не очень-то интересно. Поэтому мне любопытно, как это будет выглядеть с вашей точки зрения, если смотреть вот на этот конкретный нож. Второй вопрос заключается в том, что SRM Knives – это вот такая вот компания, которая вообще в основном в нашей стране известна своими именно недорогими ножами, которые при этом сделаны так, как будто бы они стоят, ну, как минимум в два раза дороже. То есть вот на самом деле у меня лично от сотрудничества с SRM Knives такое вот впечатление. И поэтому Unicorn – это очень нетипичный нож, в этом смысле. Потому что, с одной стороны, он сделан гораздо дороже, а с другой стороны, вот это вот все к рабочему ножу никакого отношения не имеет. Но при этом дизайн этого ножа и само производство выполнены той компанией, которая очень неплохо понимает в том, сколько должен стоить рабочий нож, как он должен быть сделан, чтобы, так что называется, на все деньги пользователь себя чувствовал и как выигрывать вот в этой конкурентной борьбе. Потому что, насколько мне известно, SRM – это не то, чтобы такое вот прям большое собственное производство ножей. Ну, хотя бы так можно судить, потому что у нас их ножей постоянно не хватает. Они все время исчезают из продажи, те или иные модели. И, похоже, что некоторые из них вторично уже просто не выпускаются. Вот сделали, сколько-то их было продано, а потом уже, что называется, новых-то и не найти. Не то, что вот, допустим, там у Винаев, когда младшая линейка такое что-то выпускает, у Бестехнаис и прочих, каких-нибудь там артизенкатлери и каких-то еще более таких известных китайских производителей. SRM – это вот как бы нечто другое. Это ножи, которые стоят в стороне. И при этом они смогли сделать вот такую штуку. Вот вы знаете, друзья, я, если бы увидел какой-нибудь подобный нож у компании Бестехнайфса, увидел бы на него цену долларов в 150. Я бы совершенно не удивился, потому что там вот такое бывает в 150 и даже в 180, наверное. А тут, ну, в общем, за что-то около 90 долларов. И, повторюсь, наверняка это можно у нас купить дешевле. Ну, вы знаете, это прям интересная штука. Ну, и здесь еще добавлю такую вещь. Очень часто вижу, что вот такие взрослые, здоровые, брутальные мужики, которые увлекаются ножами, как-то немного стесняются того, что им может нравиться что-нибудь вот такое эдакое. Ну, такая вот маленькая кракозябра, которая тоже, конечно, очень такая любопытная и режущая. Но это какой-то маленький нож. Они его ощущают девочковыми. Так вот, как бы я хочу сказать следующее. Ребят, не надо стесняться. Вот, знаете, если вам это на фото нравится, если сейчас в обзоре вы на него посмотрели повнимательнее и тоже понравилось, ну, и деньги, что называется, позволяют, берите. На самом деле, за свои деньги, вот как мне лично кажется, на все деньги нож. Просто он не такой, как я обычно ношу в кармане. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.